Глубоко уважаемые сопредседатели и глубоко уважаемые коллеги. Диагностика образования молочной железы включает физикальный, лучевой и цитологические методы исследований. При выявлении злокачественного роста или подозрении на опухолевый рост пациентке показана трепанбиопсия, основными требованиями которой являются адекватный объем исследуемой ткани, оптимальная фиксация, качественный срез и качественная окраска генотоксилином и иозина. При гистологическом исследовании трепанбиоптатов морфолог диагностирует широкий спектр топологических изменений. Это и воспалительные процессы различной этиологии, и неопухолевые пролиферации, и образование разного гистогенеза, доброкачественные, злокачественные, первичные и метастатические. При выявлении инвазивного рака молочной железы определяется гистологический тип карциномы согласно классификации ВОЗ, оценивается степень злокачественности и устанавливается суррогатный молекулярно-генетический подтип рака иммунно-гистохимическим методом. В пятом издании классификации ВОЗ эпителиальные опухоли имеют следующие рубрификации. Доброкачественные эпителиальные пролиферации, безатепии, писатепии, так называемые прекурсоры, аденозы и склерозирующие поражения, аденомы, эпителиальные образования, папиллярные опухоли, неинвазивные дольковые неоплазии, протоковые карциномы инситу, инвазивные карциномы, редкие опухоли, в том числе подобные карциномам слюных желез, и нейроэндокринные образования. К доброкачественным эпителиальным пролиферациям безатепии и сатепией относятся протоковая гиперплазия обычного типа и атипическая, столбчатоклеточные поражения и плоская эпителиальная этипия. Данные процессы повышают риск развития рака молочной железы как минимум в 1,5-2 раза, и они обнаруживаются в трепамбиоптатах и в операционном материале, как самостоятельные изолированные процессы, так и в случаях инвазивной и неинвазивной карциномы в качестве окружения или фона. Протоковая гиперплазия обычного типа требует дифференциальной диагностики с атипической и с протоковой карциномой инситу низкой степени злокачественности. Наряду с морфологическими отличиями применяется иммунодистохимическое исследование с цитокератинами низкого и высокого молекулярного веса. Аденозы и склерозирующие поражения макроскопически имитируют рак молочной железы. Это неопухолевые пролиферации из эпителиальных, миоэпителиальных и стромальных компонентов. Диагностика данных поражений основывается на морфологической характеристике и на иммунодистохимии с применением миоэпителиальных маркеров. Исключением является особая форма аденоза, микроглондулярный аденоз или мелкожелезистый аденоз, при котором отсутствует миоэпителиальный слой в железистых структурах, при этом эпителиальные клетки экспрессируют С-100 и не экспрессируют эстрогены, прогестерон и ХЕР-2. Папиллярные образования представлены широким спектром опухолей, от доброкачественных до злокачественных, инвазивных и неинвазивных. Общими морфологическими чертами является их локализация. Они растут из протока и по мере роста расширяют его, и особый тип строения. Имеют фиброваскулярные стержни, покрытые слоем эпителиальных клеток. Отличаются по степени выраженности эпителиальной атипии и наличию или отсутствию миоэпителиального слоя как в самих папиллярных структурах, так и на периферии образования. Для стандартного и детального гистологического исследования операционного материала с инвазивными и неинвазивными формами рака разработаны протоколы. Мы работаем по протоколу Королевской коллегии патологов. Он был опубликован в 2016 году и обновлен в мае 2019 года. Протокол принципиально имеет два раздела. Первый из которых оформляет клиницист, вторая часть оформляется морфологом. В клинической части клиницист отмечает важную информацию о пациентке с указанием данных о наличии мутаций, текущей беременности или лактации, результатах предшествовавшей биопсии или оперативных вмешательств, в том числе данные об имплантации. Если есть в анамнезе рак молочной железы, то указывается его гистологический тип, локализация и дата диагностики. Данные о химиотерапии, в каком режиме, данные о гормональной терапии. Клиницист отмечает информацию о материале. Это тип поражения, пальпируемая опухоль, изменение соска, результаты лучевых методов, объемы оперативных вмешательств, данные о досеченных или дополнительных краях резекции и информацию по удаленным лимфатическим узлам. Морфологическая часть протокола имеет достаточное количество пунктов, которым посвящена основная часть доклада. Материал в патологоантомическое отделение поступает в контейнерах, которые как минимум в три раза должны превышать объем исследуемой ткани. Макропрепарат должен быть весь покрыт формалином. Допускается один разрез со стороны фасциального края в зоне опухоли для улучшения фиксации ткани и ориентации образца. Также для ориентации образца хирург маркирует нитями края, указывая в направлении соответствия маркировки. Макроскопическое описание включает описание вида образца, его размеры, изменение кожи и кожного лоскута, соская реолярной зоны. Макропрепарат взвешивается и окрашивается красителем для определения последующих краев резекции. Макропрепарат исследуется параллельными разрезами с шагом не более 5 мм. При этом отмечается локализация опухоли, ее размеры, толщина краев резекции и если есть дополнительные находки. При гистологическом исследовании неинвазивных форм протоковую карциному ин-ситу необходимо дифференцировать от дольковой неоплазии, так как принципиально разные клинические подходы. В дифференциальной диагностике помогает иммуногистохимия, в частности используется екатхирин и цитокератин. Для случаев с протоковой карциномой ин-ситу в гистологическом заключении необходимо указывать размер патологического очага, одиночный очаг или множественный, определяется гистологический тип карциномы ин-ситу, оценивается степень злокачественности по ядерной градации, отмечается наличие комедонекрозов и кальцинатов, расстояние до края резекции и оценивается статус гормональных рецепторов, в частности эстрогена. Дольковую неоплазию классического типа необходимо дифференцировать от атипической дольковой гиперплазии. Критерием диагностики является степень вовлеченности терминально-протокового дольковых единиц. Микроинвазией считается распространение опухолевых клеток за пределы базальной мембраны в прилежащей ткани с фокусом менее 1 мм в наибольшем измерении. При наличии множественных очагов измеряется наибольший. Нельзя учитывать сумму размеров фокусов. Карцинома с микроинвазией ассоциируется с риском метастазирования. Иммуногистохимическая реакция оценивается в структурах инситу по возможности предельно осторожно в фокусе микроинвазии. Инвазивная карцинома неспецифического типа, большая гетерогенная группа инвазивных карцином, морфологическая картина которых не укладывается в специфические типы. На сегодняшний день к НСТ относится инфильтративная протоковая карцинома и ранее относящиеся к редким карциномам онкоцитарная с большим количеством липидов, с большим количеством гликогенов и сально-клеточная. Медулярная карцинома перестала быть самостоятельным гистологическим типом и встроилась в НСТ наряду с другими специальными морфологическими подтипами, такими как с нейроэндокринной дифференцировкой, со стопластоподобными гигантскими клетками, плеоморфным типом, хореокарциноматозным и меланотическим. К специфическим карциномам гистологического типа со своими четкими морфологическими единицами добавилась еще одна единица муцинозная цист-аденокарцинома. И среди редких гистологических типов также появилась еще одна единица карцинома из высоких клеток с обратной полярностью. Нейроэндокринные опухоли имеют два уровня градации и две карциномы высокой степени злокачественности из мелких и крупных клеток. Инвазивная карцинома молочной железы гетерогенная опухоль и может быть представлена не одним гистологическим типом. При смешанном типе строения степень злокачественности и иммуногистохимический профиль определяются в каждом из компонентов. Также нередко в составе инвазивной карциномы присутствует компонент инситу, который может и доминировать, и располагаться как на периферии опухолевого узла, так и далеко за ее пределами. Отмечается фокальность инвазивной опухоли, одиночный очаг и инвазивный, или множество. Опухоль, инфильтрирующая лимфоциты, прогностический параметр и может быть использован для иммунотерапии, прежде всего, трижды негативных раков и ХЕР2-позитивных раков. ВОЗ рекомендует оценивать долю, занятую лимфоцитами, относительно всей опухолевой стромы, как в случаях без терапии, так и в случаях после неодивантной терапии. Ссылка на рабочую группу по исследованию ТИЛС доступна. Степень злокачественности оценивается по нотингемской классификации в баллах и учитывает способность опухоли к структурообразованию, ядерный полиморфизм и количество метозов в двух квадратных миллиметрах, при этом учитываются табличные данные. Сумма баллов определяет грейд. Статус сосудистой инвазии является признанным и важным прогностическим параметром, прежде всего связанный с локальным рецидивом и со снижением выживаемости. Лимфоваскулярная инвазия оценивается только в первичной карциноме молочной железы, перетуморозно и не регистрируется в метастатических очагах. Наличие дермальной лимфоваскулярной инвазии является признаком воспалительной карциномы. Лучшим методом оценки лимфоваскулярной инвазии являются качественные, оптимально фиксированные и обработанные срезы, окрашенные гемотоксиленом и иозином. Иногда используется иммуногистохимический маркер D240. Оценка лимфатических узлов включает оценку сторожевого лимфатического узла с указанием метода оценки. Надо сказать, что интероперационное исследование сторожевого узла на замороженных срезах лишь предварительный этап оценки, и их не может быть в количестве 9. Оценка аксиллярных лимфатических узлов первого, второго и третьего порядка с указанием, сколько в наличии и сколько позитивных, отмечается экстракапсулярное распространение. Для единичного позитивного узла отмечается тип поражения макрометастазы, микрометастазы или изолированные опухолевые клетки. Оценивается наличие других лимфатических узлов, статус околоузлового жира и дается общее заключение по исследованию лимфатических узлов со стадии процесса по категории ПН. Варианты поражения лимфатических узлов от изолированных опухолевых клеток, микрометастаз под капсулы, множественные микрометастазы, одиночный макрометастаз, который может быть также множественные, и на данном картинке демонстрируется макрометастаз с инвазией в жировую клетчатку. Макроскопическое исследование молочной железы после случаев с неодиевантной терапией предполагает забор опухолевого ложа в полном объеме на гистологическое исследование. При этом учитывается размер инвазивной опухоли, размер всей остаточной опухоли, инвазивной плюс компонент ин-ситу. Оценивается степень распространенности, одиночный очаг или множественные остаточные очаги. По возможности определяется гистологический тип опухоли, оценивается уровень дифференцировки, определяются типы компонентов ин-ситу, регистрируется микроинвазия и лимфоваскулярная инвазия. Остаточная опухоль стадируется по наибольшему и непрерывному инвазивному компоненту с префиксом Y и оценивается ее регресс. Оценка регресса опухоли по системе RCB с использованием математической модели отражает характеристики ложа первичной опухоли, состояние лимфатических узлов и наличие карциномы ин-ситу. Система RCB рекомендована онкологическими сообществами и имеет прогностическую ценность. Эта система требует данные о размере локализации опухоли до и после лечения. Оценка регресса опухоли по системе Миллер и Пейн по пятибалльной шкале основана на критерии клеточности опухоли. Эта система требует просмотра трепан-биопсии до начала лечения, и размеры опухолевого узла до терапии. Лимфатические узлы данная система не оценивает. Стодирование заболевания первичной опухоли по категории ПТ следует отметить, что в восьмом издании ТНМ дольковая неоплазия исключена из категории карциномы ин-ситу. Заболевания стадируются по категориям ПН и ПМ и оцениваются края резекции. Следует отметить, что оптимальной толщиной края резекции считается 2 мм и более. Под позитивным грязным краем резекции понимают наличие структур в линии резекции, то есть окрашенной красителем, и толщина при этом края равна нулю. Гормонно-рецепторный статус самостоятельный важнейший прогностический фактор, а уровень экспрессии эстрогенов является прогностическим критерием, и чем выше уровень экспрессии, тем эффективнее гормонотерапия, тем меньше добавочный эффект химиотерапии. Большинство карцином молочной железы экспрессируют эти рецепторы, и их рост может стимулироваться в присутствии этих гормонов. В 2020 году АСКК обновила рекомендации по оценке статуса гормональных рецепторов. Для оптимальной оценки необходим адекватный объем материала, использование внешнего и внутреннего контроля, гетерогенность в нормальной ткани и корреляция с гистологическим типом. АСКК рекомендует считать статус гормональных рецепторов положительным при определении доли позитивных клеток в 1%, вне зависимости от интенсивности окрашивания. В заключении необходимо указывать низкую экспрессию эстрогенов и прогестерона при определении позитивных клеток в 1% или от 1 до 10%. Речь идет о шкале ОЛРЭД по шкале ОЛРЭД в 1 или 2 балла. О первых цифрах по шкале ОЛРЭД в 1 или 2 балла. При отсутствии экспрессии гормональных рецепторов в опухоли, в заключении необходимо указывать о внутреннем положительном контроле в исследуемом образце. Ключевыми диагностическими моментами определения статуса HER2 является оптимальная фиксация ткани. Рекомендовано название антитела включать в заключение. Мы работаем с системой Бон Торакл HER2. Данная система включает внутренний негативный контроль и контрольное стекло с культурами клеток рака молочной железы с разной степенью выраженности онкогенного белка с интенсивностью от 0 до 3+. Также используется внешний положительный контроль. Для подсчета и оценки реакции необходимо строго соблюдать критерии подсчета. Все случаи неопределенного HER2 статуса подлежат исследованию ФИШ и также рекомендовано участвовать во внешнем контроле качества лаборатории. На сегодняшний день нет единого мнения в отношении оценок и порогового значения в отношении экспрессии Ки-67. Тем не менее, уровень Ки-67 является важным прогностическим фактором прежде всего в эстрогенпозитивных карциномах. В классификации суррогатных молекулярно-генетических подтипов рака молочной железы данный параметр прописан как низкий и высокий. В рекомендациях Сент-Галлен было предложено учитывать низким уровень экспрессии 10 и менее процентов, промежуточным более 10 и менее 30, более 30 считать высоким. Таким образом, учитывая морфологическую и иммуногистохимическую гетерогенность карцинома молочной железы, морфологу необходимо полная клиническая информация и весь объем материала на этапах диагностики и лечения. В случае несоответствия морфологии и клинического представления о пациенте необходимо конструктивное взаимодействие патолога и клинициста. Спасибо. Спасибо, Елена Валерьевна. Пока слушатели готовят вопросы, разрешите мне задать несколько вопросов. Во-первых, насчет папиллярных образований, известно, что врачи общей практики очень часто встречаются с папилломом, которые прежде всего проявляются даже не узлом, какой-то высокоплотности в молочной железе, а в выделении это могут серозные, гнойные, иногда кровянистые отделяемые. И для того, чтобы запустить дальнейший диагностический поиск, в частности, бюктографию, мы обязаны выполнить мазок отпечаток, в котором мы, допустим, получаем папиллярные структуры без этипия. И в связи с этим два вопроса. Насколько можно доверять такому ответу? И второй вопрос касается, если мы идем на операцию Кёнинга, то есть удаляем это папилломы или папилломы, нужно ли тут срочное исследование или лучше все-таки ограничиться плановым исследованием? Ну, по поводу, глубоко уважаемый Владислав Николаевич, по поводу цитологического метода исследования я не берусь высказывать. Что касается папиллярных образований, папиллярные образования исследуются окончательно на операционном материале после иссечения в целом папиллярного образования. Потому что тогда, когда в биопсиях мы встречаем папиллярное образование и даем заключение, в общем-то в операционном материале гистологическое заключение может поменяться. В частности, папиллома внутри протоковая, она может быть доброкачественная, а может быть и типичная. И вот этот фокус двухмиллиметровый, который не попал в биопсированный материал, мы можем его оценить и таким образом диагноз изменится. Поменяется диагноз. Да, да, но у меня немножко другой вопрос. Когда мы уже выполнили полноценную секторную организацию, то есть у вас полное образование. Потому что раньше сразу же интероперационно направляли на срочное гистологическое исследование. Но вот заключение как ложноположительных, так и ложноотрицательных, в общем-то достаточно большое количество. Поэтому я спрашиваю ваши отношения, что все-таки лучше планово сделать, чем срочно? Или можно срочно все-таки? Нет, категорически против срочного исследования популярных образований это вот мое личное мнение. Потому что действительно это будет как гипердиагностика или гиподиагностика. И в общем сто процентов ни один морфолог не возьмется сказать и окончательно констатировать, какое популярное образование сейчас перед ним. Конечно, из-за качества приготовления препаратов. Спасибо. Еще такой вопрос. Если больная первичная, мы выполняем исследования первичной опухоли и лимфатических узлов. Первичная опухоль, иммуногистохимия, а лимфоузлы как правило иммуногистохими не делаем. Вот ваши отношения к иммуногистохимии, если есть метастазы естественно, иммуногистохимия и лимфатических узлов при их метастатическом поражении при первичной опухоле? Ну, я считаю, что при первичной опухоле все-таки иммуногистохимия нужна на основном материале, на опухолевом узле. Ну, нужно ли в лимфатическом узле определять? Если это метастатический рак, там как бы понятно, допустим, рецидив или метастатический рак, там понятно, мы должны получить уже новый материал. А вот здесь тоже такой вопрос спорный, нужно или не нужно это делать. С другой стороны, есть такие представления, что метастазы могут иммунохимически отличаться от первичной опухоли. Стало быть, возможно, какая-то коррекция лечения. Учитывая гетерогенность опухоли молочной железы, конечно, да. Но пускать это в практику как по определению, я бы не сказала. Ну, а скажите, пожалуйста, в принципе, если вот все-таки вот такие рекомендации будут, то вы будете способны делать и ГХ лимфатических узлов у вот такой категории больных? Или это такая нагрузка, что не справитесь? Да нет, мы почему не справимся? Мы справимся. Вот самое главное. Если будет крайне желание от клиницистов, почему нет, конечно, мы выполним это исследование. Да и еще один вопрос, он касается протоковой карциномы инситу. Вы много говорили о краях резекции, в частности, по инвазивной мраке. А вот то, что касается, вот с какими проблемами вы встречаетесь в оценке краев резекции при протоковой карциноме инситу? Да нет, не сталкиваемся мы с проблемами. Самое главное, чтобы окрашен был препарат, и самое главное, чтобы сохранилась вот эта линия резекции, смаркированная с красителем. Мы не сталкиваемся, у нас нет с этим проблем. Я почему задал такой вопрос, ну, так сказать, особенности роста карциномы инситу, потому что бывают такие, ну, такие, ну, я не знаю, как их назвать, может быть, вы не подскажете, такие скипочаги, которые первичные, там, на 2 мм, 5 или 1 см. Ну, такие градации есть. 2, там, 5 мм и 1 см. Иногда вот хирурги, допустим, они могут пойти между вот этими очагами, то есть, по сути дела, часть карциномы инситу, она останется. Ну, вот, поэтому, ну, я не знаю, честно говоря, как вот решать такую проблему, потому что ее не предсказать, особенно если это рентген негативная какая-то опухоль. Ну, вот, вот поэтому, так сказать, я задал вопрос из-за особенности роста. Вот, возможно, такие случаи пропуска каких-то микрофокусов, так скажем. Я считаю, что в любом случае всегда карцинома инситу, она должна настораживать, и она должна вот фигурировать всегда в ответе, поскольку она действительно сопровождает инвазивную карциному, и она сама и самостоятельно изолирована, может быть, и сопровождает инвазивную карциному. И, конечно, вот эта вот настороженность, когда мы заключение даем, что инситу есть, и инситу — это множественные очаги, в общем-то, это и есть ответ на то, что есть такая вероятность, да, или нет вероятности вот этой карциномы инситу, маленького фокуса, который может остаться у пациента. То есть эти вот множественные очаги инситу, они должны, конечно, настораживать. Спасибо. Ну, вот и, наверное, последний вопрос. Он касается оценки после неодевантного лечения. Ну, понятно, Миллор Пейн — это стандарт широко достаточно используемый, но и в последнее время используется за рубежом широкой РСБ, с учетом того, что там все-таки следуются лимфатические узлы. Хотя это, ну, это, конечно, калькулятор, такое вероятностное решение, но все равно влияет на прогноз. Вот ваше, ну, скажем, личное отношение к РСБ, оценке РСБ. Понятно, что оно, так сказать, оно имеет место, оно широко используется. Ну, вот, ну, как морфолог, так скажем, ваше отношение? Я считаю, что нужно оценивать по двум системам. РСБ — это отдельная оценка, Миллер — это другая оценка. И, в общем-то, две системы, они в совокупности будут, конечно, давать более полное представление и помогут клиницисту в дальнейшем трактовать и прогнозировать данный вид. Отдельный случай, каждый. Спасибо большое, Елена Валерьевна. Я вот, не знаю, в чате я сейчас посмотрю, в чате. Нет, я не вижу, не вижу вопросов. Может быть, у кого-то из лекторов есть вопросы? Нет, вроде бы тоже не вижу. Елена Валерьевна, большое спасибо за интереснейшие сообщения, интереснейшую лекцию. Валерьевна, большое спасибо. Продолжение следует...